3, 2, 1 Наш мир полон чудес И мы приготовили для вас еще одно чудо Продолжение сезона «Орел и решка. Чудеса света» В новом сезоне мы объедем все континенты Чтобы увидеть 20 самых удивительных мест нашей планеты Нас ждут бескрайние пустыни Люди! И необитаемые острова Самые веселые праздники И самые страшные обычаи народов мира Не надо у него быть! Таких чудес света вы еще не видели Ну я же говорил, будет круто Наслаждайтесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Это «Орел и решка. Чудеса света» Новый сезон! Мы прилетели в Туни смотреть наше новое чудо-пустыню Сахару Давай скорее подбрасывать, без слов Орел! Решка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От нашего сегодняшнего чудо веет жара Это пустыня Сахара Самая большая в мире Пустыня всех пустынь Хоть Сахара выглядит мертвой Она полна жизни Здесь ярко Шумно Весело А у местных жителей кровь горячее, чем раскаленный песок Хорошо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это я понимаю начало сезона По-богатому и с мастер-карт Носить с собой толстый бумажник не нужно Стоять в очереди в обменник тоже Класс! Представьте себе, если вдруг сюда приедет Брэд Питт Какую машину он возьмет себе в рентале При условии, что она должна довести его до пустыни ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поверьте, даже если вы Брэд Питт И у вас миллионы долларов Лучше, чем Тойота Прада 2006 года В прокате найти невозможно Но с другой стороны Полный привод есть Кондиционер есть Передвигается быстрее верблюда есть Мне подходит До пустыни, пожалуйста К левому бархану третьему Аддюну Мы прилетели в Тазер Популярный городок для тех Кто хочет посмотреть на Сахару Общественного транспорта здесь нет Поэтому все туристы доезжают до центра города На такси За 5 долларов Если прогуляетесь от аэропорта минут 15 То такси получится поймать В два раза дешевле А если поулыбаться Во все 32 Можно даже поймать попутку И доехать до города За 0 баксов Ну вот уже сэкономила На такси Сахара находится на территории 11 стран А именно Алжира Египта Ливии Мавритании Мали Нигерии Марокко Судана Чада Туниса И спорных территорий Западной Сахары Это только кажется Что выбор стран для знакомства с пустыней велик На самом деле В Ливии Гражданская война В Малии и Судане Вооруженный конфликт В Нигерии Чаде и Мавритании Могут ограбить Или вообще похитить А в Тунисе Тихо, мирно И рады туристам Хорошо Поэтому здесь можно И на чудо света посмотреть И спокойно вернуться домой Ну собственно Вот и Сахара Рядом с городами Она вообще не впечатляет И больше похожа на пустырь Вот такая Рая Сахара С красивыми дюнами И барханами Начинается только в двух часах езды От города Тазер В который мы приехали Поэтому добраться туда могут только те У кого есть куча денег На аренду внедорожника С личным водителем Мне чтобы добраться до такой красоты Денег не хватит Но не беда На свои 100 долларов Я тоже ярко проведу эти два дня Проедусь по окрестностям И посмотрю Чем же живут колоритные городки Посреди пустыни Город посреди Сахары Встретил меня пением Моэдзина из мечети Мы уже в центре Буквально две-три минуты В центре городка Тазер Оказался огромный восточный базар Посмотрите как тут все бурлит Шуршит Здесь смешалось в кучу все Сувенирные лавки Мандарины Машины Мопеды Коты Конорейки Кони Люди Усатые продавцы Местные модники И уличные фокусники Прямо на улице Я случайно наткнулась на свадебные гуляния Как зажигают парни Как зажигают парни вообще Но это еще не сама свадьба Но это еще не сама свадьба Это ритуал, который проходит за день до свадьбы Видите разноцветный кокон на верблюде? В нем везут невесть ее традиционный свадебный наряд И подарки от друзей и семьи жениха Может еще и поедим за так с тобой Серега на свадьбе? Конфеты превращают даже самый обычный момент в особенный Вот оно, наше чудо света Великая и бескрайняя Сахара В зимние месяцы в Сахаре дует Ураганный ветер, который поднимает тучи песка Так рождается песчаная буря Это зрелище одновременно красивое и смертельно опасное За час сильная буря может похоронить целый караван под двухметровым слоем песка Время песчаной бури очень опасно Песок попадает всюду, особенно в глаза И ничего не видно Такие песчаные штормы передвигают огромные дюмы на 20 метров в год, а то и больше. И через два года, например, здесь все будет выглядеть совершенно по-иному. То есть это одновременно и самое безжизненное, и самое живое чудо на свете. Эти бури разносят песок Сахары по всей планете. Ветром его заносят даже в леса Амазонки. Каждый год по 27 миллионов тонн песка. Кстати, его здесь так много, что он может покрыть весь мир 20-сантиметровым слоем. Приехать в самую большую пустыню в мире – это вызов самому себе. Но Сахара того стоит. Присоединяйтесь. Здесь покрупнее. Бюджетному туристу в этих местах обязательно стоит попробовать финики. Это главная еда Сахары – настоящий хлеб пустыни. Прям такие, почти смазинец. Там за... Не, ему нельзя, ему нельзя. Ладно, веря, нет. Ребята, все, что мы едим дома – это не финики. Так вкусно. Он тает во рту, он очень сладкий, вкусный, мягкий. Финики всегда были едой погонщиков караванов и спасали их от голода и жажды. А сейчас это идеальный вариант для бедняков – дешевый и сытый перекус. Я, наверное, возьму себе букетик все-таки. Ну, меня в мухе, конечно, смущают. Смотрите, как много. Спасибо, пока. Пока. Сахара – это загадочное чудо света. Вот вы знали, что миллионы лет назад здесь был океан. В подтверждение этой теории в египетской части Сахары нашли кладбище предков современных китов, которые просто не могли жить на суше. Они вымерли 36 миллионов лет назад. А вы знали, что под Сахарой прячутся гигантские подземные реки и озера? А еще у пустыни есть глаз. Оком Сахары называют 50-километровый кратер в Мавритании. То ли это след от метеорита, то ли жерла потухшего вулкана, то ли это делорук или что у них там? Инопланетян. Отличная идея для тех, кто не попал в Сахару. Прогуляйтесь по Медине. Мединой в арабских странах называют старую историческую часть города. Медина выглядит как город из восточной сказки. Дома лепятся друг к дружке, а улицы бьются, как арабская вязь. Здрасте. Здрасте. О, здрасте. Как же все-таки интересно ходить по улицам, которым уже 800 лет, а выглядит все так же, как и раньше. В городках посреди пустыни все устроено так, чтобы выживать в адскую жару. Говорят, что улицы Медины проектировались так, чтобы постоянно был сквозняк и горячий воздух охлаждался. Улицы очень узкие, чтобы всегда была тень. А на домах особые кружева из кирпичей, тень от которых не дает стенам нагреваться. Гуляя по Медине, можно наткнуться на стену желаний. Ну вот я и пришла. Тут есть поверье. Если загадать желание и бросить косточку от финика так, чтобы она застряла между кирпичиками, то твое желание сбудется. Вообще три попытки, но больше считают эти финики. Ну пожалуйста, ну хотя бы мужа умного, красивого. Мы не уйдем отсюда. У меня очень много планов на жизнь. Ну вот он, мой пятизвездочный отель в пустыне. Пятизвездочных отелей в пустыне нет. Поэтому миллионеры останавливаются в палаточном городке Кэмп Марс и платят за ночь 2000 гривен. Для того, чтобы сделать лакшери отель в Сахаре, вам понадобится 45 белых палаток. Дизайнерское ведро-умывальник. Место под костер, чтобы готовить еду. Большая палатка, она же ресторан, она же ресепшн, она же большая палатка. Ну и... Все. Здорово. Да, друг. О, русский. Да. Антон. Алли. Очень приятно. Русское имя. Построить такой отель в пустыне – дело вообще не пыльное. Да. Я у меня 50 пантов. Я могу пойти в каждом месте в дезерте и сделать свое собственное бизнес? Да, да. Я не нужна документы. Я не нужна документы. Давайте сделаем бизнес с собой. Бизнес. Поехали. Это мой. Президентальный пан. Да. Ну, ну. Холодильник. Холодильник. Кондиционер. Душевая кабина. Мини-бар. Это лишь малая часть того, что тут нет и никогда не будет. Но зато... Какая тут огромная кровать. Слушайте, она же очень-очень мягкая. Удобный диванчик. Класс. На секундочку, все, чтобы создать романтику в пустыне. Ммм. 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 Ничем не пахнут. Вот этот удивительный балдахин создает ощущение, что палатка очень высокая и большая. Вот это реально люкс. Своя туалетная комната посреди пустыни. Смотрите. В президентской ванной комнате туалет с опилками. Это кошачий лоток, но наоборот. Сначала сюда и засыпать опилками. Главное не перепутать. Вместо умывальника кастрюлька с краном. Без воды. Идет, идет. А вместо мраморного джакузи – канистра и бетонный поддон. Тем, у кого хоть раз отключали горячую воду, то есть все, должны сейчас понять, как это работает. Вот, собственно, душевая кабинка. Сейчас попробую на себе, практическим методом. Да. Вот тут немножко не продумали. Али! Да? Покажи, как правильно. О! Тепленькая пошла. Ну, мне-то оставь немножко. Спасибо, Али. Пожалуйста, друг. Вот это я понимаю. Премиальное. Работает даже в пустыне. Спасибо. В поисках местных деликатесов я пришла на продуктовый рынок. Ой, нет! Я, конечно, хотела встретить верблюда, но не в таком виде. Зачем вы это вывесили? Это можно есть? Есть вот это можно. Голова верблюда служит как бы вывеской, которая указывает, что здесь есть свежая верблюжатина. Ну, жутковатая реклама. Я бы сказала, верблюжий хоррор. Маленькие реснички. Вот как вот женщина может подойти и купить мясо верблюда, когда тут просто расчлененка какая-то висит? Нам это кажется диким, но для местных мясо верблюда – обычная еда. Как для нас говяжья вырезка. Я не хочу это есть, блин! Ну, посмотрите! Если хотя бы это не видеть и посмотреть на лицо верблюда, потом его съесть, это вообще какая-то... *** какая-то. Один кусочек, один кусок для меня. Когда у тебя есть золотая карта, ты можешь превратить бескрайнюю пустыню в свой личный ресторан. Мне это все напоминает такой загородный домик в даче Шахерезады. И меню такое же изысканное. Едуинский чай и жаркое горгулет. Горгулет. Горгулетом в Тунисе называют запеченную в глиняном кувшине баранину с овощами. Кстати, приготовление блюда вот в таком запаянном кувшине – это не мишленовской звезды и пафоса ради. Это все еще пошло от бедуинов. За счет вот этой герметичности можно сэкономить на травах. Кувшин легким движением бедуинской руки превращается в скороварку. Мясо, купленное на рынке, могут приготовить прямо посреди улицы, на мангале. За два доллара мясо просто бросают на раскаленную решетку. Десять минут. И верблюжий стейк готов. Попробуем. У меня живется тяжеловато. Такой жилистый. Нежнейшая. Просто отслаивающаяся от косточки баранина. Ну вот так на маевке, если кому-то подсунуть верблюдятину, никто не поймёт, что это верблюд. Без шансов. Честно говоря, за 15 долларов тут можно было съесть полноценный обед в приличном ресторане. Конечно, пустыня это тебе не Диснейленд, и аттракционов тут нет. Но за 250 баксов аттракцион приедет к тебе сам. Знакомьтесь, моя ракета пустыни Ямаха 1000Р. Это багги, лёгкая экстремальная машинка, которая прыгает по барханам словно кузнечик. Этому миру пора показать нового короля дорог. Окей, что-то тут как тут. А, нормально, но мы потихонечку. Ага, сейчас, сейчас, сейчас. Газ, газ, газ. Всё, помчали. А-а-а-а-а-а! Вау! Солько пенска! Слабоумие! Слабоумие! Без рук нету, одной из твоих мыслей веду. Только в пустыне ты получаешь настоящий кайф от вождения. Никаких тебе ям, светофоров, правил и полиции. Только ты и здоровенная песочница, где можно летать с любой скоростью и на все 360. Было круто. И совсем не страшно. О, а вон и мой дымящийся на земле копчик. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное развлечение у жителей пустыни после жаркого дня – посиделки в ресторанах и кафе. Тут тунисцы поют, танцуют и отдыхают. Любой турист может присоединиться к этой бесплатной дискотеке. О, барабан пошел. О, танцы. Тунисцы моментально уходят в отрыв. И кажется, что сейчас начнут приставать. Но нет, тут все просто веселые и абсолютно трезвые. Алкоголь тут не запрещен. Просто лицензия на его продажу стоит очень дорого. Поэтому в кафе для местных его не найти. Только в барах при отелях. Мне кажется, круг из мужчин – не очень хорошая идея для ночных гуляний. Бай-бай! Я отправилась на поиски ночлега. Но долго бродить по темным улицам у меня уже не было сил. Так что выбрала первый отель, который попался на моем пути. Отель «Халифа». С виду, конечно, не очень. Но зато это отель, а не хостел. В самом центре. Какая-то? Какая-то комната есть? 20 динар. 20 динар? Окей. Он так посмеялся с улыбочкой, как будто бы он мне заплатит, а не я ему эти 20 динар. 20 динар? Кей, дай мне кей. Кей! Окей. Она не только верит, но. Ой, что-то мне не очень здесь нравится. Здесь? Окей, спасибо. Ну, допустим, это даже хуже, чем хостел, ребята. Наверное, за всю историю моих путешествий это самое стрёмное место, где я была. Ну, может, хотя бы тут сказочный вид из окна. Летите, летите. Решёточка, наверное, чтобы от ужаса не сбежать. Ай, как круто слушать. Даже беды есть. Ну, что? Конечно, тут нет беды, тут ужасно. И тут новая жизнь в туалете, что-то омерзительное. А здесь, по-моему, нет даже воды. Ну, нет, вода есть, но это никак не меняет ситуацию. Господи, как же стрёмно, а? Так, ну, поспать-то надо. А, пожалуй, буду в одежде. И сидя. Свет не выключай. Блин, быстрее уснуть, быстрее проснуться. Красиво. Ночь в пустыне – это особенное чудо. Такого не увидишь, сидя в городе со ста долларами. Тут нет шума машин и света фонарей. Зато есть сияние звёзд. Красиво, но очень холодно. Песок, в отличие от земли, не сохраняет тепло и очень быстро остывает. Днём в пустыне очень жарко, а вот ночью жутко холодно. Красиво, невероятно! Кажется, что вокруг тебя мглая пустота, а над головой – бесконечность. Тут такая красота, а Алина, наверное, уже спит. Быстрее уснуть, быстрее проснуться, быстрее уснуть, быстрее проснуться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рано утром я решила уехать из Тазера и отправиться в соседний городок Дуз, в котором сегодня проходит грандиозный фестиваль Сахары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то вроде её дня рождения. Добраться туда можно на общественном транспорте, который называется Луаш. Красивое слово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Билетик, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добираться на фестиваль придётся с пересадками. Сначала за 2,5 доллара из Тазера нужно доехать до городка Кибилли. Там пересесть на другую маршрутку, которая всего за доллар довезёт до фестивального города Дуз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Фестиваль пустыни. Это даже звучит как-то по-бедному. Поэтому мы с безлимитной картой будем не просто смотреть, но и участвовать в празднике пустыни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это такое озеро, не пойму. Да, солёное озеро. Так красиво. Прям какой-то марсианский пейзаж. Прям соляные кристаллы под ногами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это ещё одно чудо Сахары. Соляное озеро Шот-Эль-Джерид. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вода здесь бывает всего 3 месяца в году. В остальное время это ровная, как стол поверхность, покрытая соляной коркой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о-о! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть колготки. Кстати, если вы не знали, соль скользкая, как лёд. Так что не делайте так, как я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обычное соляное озеро, поскольку вызывает восторг. Потому что мне лично напоминает это лу-у-у. Прям как будто ты шагаешь в космосе. Очень красивый вид. Многие знают, что в Сахаре снимали звёздные войны. Но немногие знают, что здесь есть один секретик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В одном из этих песчаных домиков спрятан клад со 100 долларами. Чтобы его отыскать, направляйтесь в город Татуин. Там, возле серого космического корабля, в домике справа, вас и будет ждать наше сокровище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да пребудет с вами 100 долларов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы выжить в пустынном климате, нужны суперсила и выносливость. Миллениум – то, что нужно. А сколько орехов? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К полудню я приехала в город Дуз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут у городских ворот уже собрались сотни людей. Музыка, шарики, хорошее настроение. Это значит, что мы... Здравствуйте! Так вот, это значит, что фестиваль Сахары уже в самом разгаре. Море людей и одна сплошная ярмарка. Мужчины с дуделками. Охотники с соколами. Погонщики верблюдов. Извозчики с лошадьми. Продавцы сладкой ваты. Мастерами хенди. Онлайн-съемка вместо событий. Местные блогеры. Пока. И все общаются, как старые знакомые. Что такое? Что происходит? Почему при мне приближаются дети? Привет. Какая хорошая. Как на море делают фото с обезьянкой, так в пустыне предлагают сфоткаться с ушастой пустынной лисичкой Феник. Видимо, мы зашли в какую-то туристическую зону. Мне кажется, сейчас они просто начнут забирать у меня деньги. Слишком много мужчин на одном квадратном метре. И животных тоже. Травкейр, вы лошадки. Не хочу лошадки. Я не хочу. Берат боится, она красивая. Так, спокойно. Мне просто, я люблю животных, но не хочу накататься. Все. Самое удивительное в этом фестивале то, что все происходит не в Доме культуры, не на площади, не на какой-то сцене, а прямо в пустыне, ребята. Вот там дальше, без крайней Сахара. Вообще, фестиваль – это праздник народов Сахары. Сюда съезжаются все. Туареги из Алжира. Берберы из Марокко. Дагоны из Мали. Японцы. Стоп. А нет, не показалось. Приехали даже японцы. Кажется, что на фестивале творятся хаос и балаган. Ни расписание, ни порядка номеров. Начали, а там как пойдет. То музыканты вышли. То гости из Саудовской Аравии захотели показать трюки на лошадях. То ни с того, ни с сего проехала военная машина. То бедуины устроили гонки на верблюдах. А сейчас вообще решили организовать собачий бега. Собаки на перегонке будут бегать? Сначала выпускают из клетки кролика. Пожалуйста, но только не кролик. А потом на него спускают гонщик. Кто первый поймал, тот и победил. Пожалуйста, кролик, обдури всех, а? Блин, он убежал, он убежал! Кролик, он имя всех собак сделал. Никто его не может поймать. Блин, блин! Главное событие фестиваля – это конкурс красоты. Но не среди восточных красавиц, а среди... верблюдов. Ну, для начала нужно верблюда купить. Что я знаю о покупке верблюда? Ну, главное, чтобы был нулевый, а не с пробегом не битый, чтобы подвеска не жесткая. Где-то 4 на 4. Или это не о покупке верблюда? Мне срочно нужна помощь. Привет, Салин! Какого конкретно верблюда ты хочешь? Мне нужен тот, кто точно выиграет. Ну, этот неплох, но он труслив. Этот еще мелковат, а этот уже староват. Лучше бери этого. Этого? По словам Салима, самыми привлекательными считаются верблюды с крупной головой, большими губами, длинными ногами. А еще у него должен быть массивный и накачанный грудак. Он реально выглядит, как будто только-только вышел из тренажерки. Он мне его так рекламирует? Нет, конечно, верблюд красавчик, но единственное меня смущает – все мухи сидят на нем. Может, они мне какое-то... пытаются подкинуть. Но все в городе знают меня и моих верблюдов. Я никогда не подсуну свинью. У меня только лучшие верблюды. И сколько за него? Он стоит 7 тысяч динаров. Так, это 2,5 тысячи баксов. Ну, хорошо, я беру. Но для конкурса красоты только верблюда недостаточно. Нужно еще раскошелиться на наряд. Это еще 170 баксов сверху. Фу! Верблюда купил, ездить не купил. Отсюда вниз смотреть страшновато. Он очень далеко от земли. Я вот сейчас только понимаю, что чувствует Алина на каблуках. Заранее поздравляю с проигрышем. Респект неудачникам. Честно скажу, мне кажется, этот на допинге. У этого пластика. И это не для красного словца. Чтобы победить, хозяева верблюдов идут на все. И даже могут вкалывать коллаген в губы или делать коррекцию носа при помощи ботокса. Все, начинается конкурс. Музыка. Музыка. Ну все, Абу, едем побеждать. Ну вот и все. Дефиле окончено. Жюри уходит совещаться. Пока свободно. Все. На удачу. На удачу. После всех конкурсов красоты, песен и плясок наступает автопати. Гоняют здесь на всем, что есть. В машинах, квадроциклах, мотоциклах. Неважно, сколько колес. Главное, чтобы громче рычало и поднимало тучу пыли. Ой, ну прям понты гоняют эти мальчики. Не могу. Интересно, интересно. Кто хозяин черепахи? Машина, 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 машина. Ой, блин. Ой, блин, я еду. Класс. Класс, блин. Я хочу мостик тебе. Офигеть. Ой, блин, что делать? Ой, было страшно. Ой, your husband, husband. Ну, почти. Ты ему сразу не понравился. Окей, thank you. Окей. Сейчас будут подводить результаты. Какой из верблюдов победил? Что-то я переживаю. Абу. 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 Guys, Абу. 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 Я хочу сказать огромное спасибо всем. Всем благодаря кому эта победа стала возможной. В первую очередь, моим родителям. Папе, маме, Мухаммеду, ему и, конечно, Абу. По правилам конкурса победителю еще дают сверху 700 долларов. По местным меркам, это солидный приз. Деньги я оставил себе, а вот верблюда вернул хозяину. Все равно, квартира у меня съемная, а хозяйка не разрешает заводить живот. Встать и идти! Thank you so much. Сахара – это идеальное чудо света для интроверта. Тут, как нигде в мире, можно почувствовать себя маленькой песчинкой во Вселенной. Сколько песка! Только очень жаль, что это чудо не из дешевых. Ну вот, уже сэкономила на такси. Приехав со ста долларами в кармане, турист рискует вообще не добраться до самого сердца пустыни. Ай, блин, что делать? Но зато найдет себе кучу новых друзей. Привет! Верблюда купил, ездить не купил. Может, еще и поедим за такс с тобой, Серега, на свадьбе? Без рук нету. Было круто. Ну, пожалуйста. Ну, хотя бы мужа умного, красивого. Так, вот она. О, тепленькая пошла. Посторонись, остановись, король пустыни идет. Привет! А? Я говорю привет. Что говоришь? Привет, говорю. Секунду, сейчас. Что это такое? Ну, я просто вот в прямом смысле слова проникся нашим первым чудом света. Ребят, мы же с вами увидимся совсем скоро в Бенине, где нас ждет следующее чудо света. Фестиваль «Буду». На встречу. Ты уже сделала вот эти куколки тряпичные, бедняковые и влеевые? Надо доработать. Будем тыкать их в голенище.